Блин, эта часть уже погрязная, вся стала, не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Я часто делаю какие-то вещи интересные, прикольные, но вам это я не показываю, просто делаю. И мне часто говорят, Макар, почему ты не показываешь? Это так интересно, всем так интересно посмотреть. Я думаю, блин, ну вдруг реально интересно, поэтому сегодня я показываю. Мы недавно были на даче и разбирали там старые вещи, нашли сапоги десятилетней давности с мехом. Вообще изделие из натурального меха это не очень классно, и я против этого. Я не покупаю изделие из меха, но этот мех со старых сапог, и его либо выкинуть в мусорку, либо что-то делать из него прикольно. Я считаю, что переработка это покруче. Оправдался. Из одного сапожка я уже сделал такой чехол, можете посмотреть в лайке видео. И остался у меня вот такой вот кусочек, я думаю сделать из него какую-нибудь сумочку, весюлечку, чехол для телефона, непонятно что. Чтобы он был, конечно, не белый, а покрасить его неоновыми красками. Для этого я купил вот столько красок для волос разноцветных. Но нет, я уже это буду сегодня, просто сегодня посмотрел на всю эту вот красоту. Заодно похвастаюсь своей новой неоновой вывеской. В общем, если вам понравится такой формат быстрых видео, как я делаю что-нибудь приколдесное, пишите обязательно это в комментариях, чтобы я увидел, что вам это интересно. И лайк поставьте, это тоже будет знак для меня. Что ж, погнали! Уи! Ну что, добро пожаловать в мою маленькую мастерскую. В прямом смысле маленькую, просто метр на метр. Вообще не ожидал, что когда-нибудь вы увидите это место. Здесь я совершаю все свои магические действия, которые вы видите у меня в лайке, в тиктоке. Иди сюда, я тебе покажу. Когда его зовешь, он никогда не подходит к крысу. Ага, попался! Вот он мой сладенький! Я где-то часа три потратил на самом деле на то, чтобы распределить цвета, типа вот такого. Но прикол в том, что некоторые цвета при смешивании будут давать грязь, поэтому я выбрал вот так. Это будет такой инфракрасный круг. Ты мне будешь ныть все видео теперь здесь, зайчик мой, попрыгайчик. Вот он мой помощник. Сел, посмотрите, сел, с ума сойти. Смотрите, я хороший пес, а Макар зря на меня наговаривает. Крыса. Ау. Если честно, шерсть так сложно красить. Вообще, когда я выбирал цвета, мы тут подумали, что было бы классно, если бы мех был черный. И сумка была бы черная по итогу. Так что я не волнуюсь, если я все испорчу. Если что, мы потом просто черной краской это все зафунчозим. Я даже не знаю, если честно, получится ли вообще ровные круги. Пока легко. Еще мне интересно, будут ли цвета смешиваться на стыках, чтобы был плавный переход. Кстати, на упаковке вообще такой яркий, какой-то розово-малиновый цвет. А по факту вообще какой-то оранжевый. О, давайте пока я крашу, я вам тут фончиком АСМР сделаю. Оранжевый. Вау, как красиво. Блин, я надеюсь, это останется так же красиво, когда это все смою. Как меня раздражает, что камера выключается без какого-то звука. То есть вот у меня на флешке закончилась память, понимаете? А я сижу, себе крашу, болтаю. У нас дальше идет желтый. И пока все вроде четенько. Кстати, вот по поводу желтого боюсь больше всего, потому что мне кажется, что его может быть не видно. Выглядит так круто! Вы посмотрите просто на эти два солнышка. Зеленый. О, да, зеленый, мощный, конечно. Сейчас все нам тут испортит, я чувствую. Какой-то он такой вот лютый, забивной. На нашей солнечной полянке появилась травка. Кстати, передаю привет вот этим крысам. А если ты хочешь попасть в мое следующее видео, то подписывайся на мой Инстаграм, лайк, ТикТок, Ютуб. Пиши комментарии в одной из этих соцсетей. И, возможно, именно ты попадешь в мое следующее видео. А у нас дальше бирюза, бирюза. Обалдеть, бирюзовый, какой темный. И, наверное, его будет лучше всего вообще видно. Вся снимение наверняка смоется просто. С появлением, знаете, швейной машинки мы мало что выкидываем. Потому что многие вещи можно просто переделать в какие-нибудь другие. И вообще переделывать вещи прикольно. Давайте вторую жизнь, так сказать. Дальше синий. Мех так непонятно разваливается. Если честно, я вообще не понимаю, украшу ли я хоть что-нибудь. Здесь, знаете, такой же принцип, собственно, как и с волосами. Я же когда красил себе вот эти фиолетовые пряди, у меня была бы такая же логика. Кстати, можете посмотреть это вот в этом видео. Если вдруг еще не видели. Как я сам себе делал окрашивание в дачных условиях. Сегодня первое видео я снимаю с монитором. Мы заказали экранчик для камеры на Алиэкспресс. Что еще заключительное у нас? Фиолетовый. Мой любимый цвет. Его мы сделаем побольше. Их! Напишите в комментариях, какой ваш любимый цвет. Вот у меня любимый цвет фиолетовый, знаете, и все его производные. И как-то мне жилось с этим нормально, знаете, какого-то без фанатизма. Но совсем недавно сиреневым цветом зафанатела и Настя Кош. А такой прикол, что Настя Кош, если чем-то начинает фанатеть, она скупает все. А соответственно, когда у тебя есть поддержка в твоей страсти к сиреневому, фиолетовому, ситуация начинает усугубляться. Сегодня я развешивал свои футболки на вешалку. То есть, если раньше у меня по цветам был плюс-минус баланс, да, то сейчас 70% моих вещей занимают фиолетовые и сиреневые вещи. Так, ну что ж, наша радуга завершилась, но место у нас еще есть. Так что начнем сначала и немножко добавим розовых. Кстати, увидел в одном видео сумку в виде попыта. Я думаю, черт, мне надо снять такое видео. Поэтому ставьте лайк, если хотите, чтобы я сделал сумку из попыта. Она просто квадратная и на одной стороне вживлен попыт в сумку. Да, стоило чуть-чуть копнуть и все понятно. Походу, там вообще ничего не прокрашено внутри. Черт! Сейчас буду быстренько это все исправлять. Ко мне в гости пришла Настя Кош и решила, что срочно надо снять пленочку с нашего нового экрана. Хотя, ладно, не будем. Блин, облом. Не будет АСМР-контента! Все я вроде прокрасил. Хотя, знаете, вот один кармашек приоткроешь и там опять белый мех. Так что я чувствую, что там будет полный трэш, когда мы все это смоем и куча белого меха. Ну ладно. Сейчас я это оставлю примерно, наверное, на час, чтобы она прям впиталась так хорошенечко. Увидимся через секунду. Ну что, час прошел. Идем смывать нашу красоту. Мой хвостик. Но ванну, кстати, боится заходить, потому что у меня щетка ультразвуковая. А для собак, как вы знаете, ультразвук это больно, поэтому он из ванны сразу убегает. Вот такой здесь бардак. За рекламу не платили ничего. Так что, если вдруг вы видите бренд, это не реклама. К сожалению, купите рекламу кто-нибудь. И вот оно. Все, я уже вижу, что там все белое. Блин. Я же старался. А я так добавилась. Ого. Как красиво получается. Блин, как круто. Мое сердце остановилось. Мое сердце замерло. Блин, эта часть уже погрязная вся стала. Нет. А Гуша реагирует на каждый звонок в дверь. Это то, что я рассказывал в предыдущем видео. А Гуша реагирует на каждый звонок в дверь. Он себя слышит. И не понимает, откуда гавкает. Сейчас тут еще звук домофона будет. Это то, что я рассказывал. На гущем. Это то, что я рассказывал. Я промокнул его полотенцем. Вот так он сейчас выглядит. И если честно, я просто в шоке. Потому что цвета достаточно яркие пока, по крайней мере. Теперь надо высушить феном, чтобы он был пушистый. Идем смотреть реакцию на стекош. Пастельные сиськи. Ребята, я, если честно, даже в шоке от результата. И что получилось, вы увидите уже совсем скоро. Но для начала я сошью основу для сумки. Я заказал ремни для сумки, которые придут только послезавтра. Поэтому сегодня я даже это не досниму. Все в том же чуланчике, в котором я нашел этот мех, мы нашли вот такую штучку-дрючку. Это было вот так на капюшончике. Это песец, полный причем. Я его случайно достал и подумал, блин, а круто его вокруг сумки нашей радужной. Вот так вот. Чтобы она стала еще брутальней. Для настоящих мужчин. Пушистая радужная сумочка для настоящих мужчин. Но он немножко внутри коричневый. Поем тому. Пока я жду ремни два дня. Я решил, что я его покрашу. Краску я свистнул у Лены. Вообще это похоже на чей-то хвост. Как бы это кому-то хвост оторвали. Супер-коту, например. Не понял. Оставлю минут на 30. Но я думаю, хватит. Я устал ждать эти ремни дурацкие. Поэтому сошью сумку уже сейчас. А потом вам покажу итоговый результат с ремнем. Вы готовы увидеть, что же у нас все-таки получилось с окрашиванием? Вы готовы это увидеть? Пшшшш. Получилось просто нереально. Это просто совершенство. Посмотрите, какой лифчик бы получился элегантный. Пастельные сиськи. А сейчас я достаю свой агрегат. Знакомьтесь, моя детка. Моя крошка. У меня тут, кстати, вот такой милый песик с котенком. Сначала я сошью вот эти части. Потом уже буду шить внутреннюю сумку. И тут начинается опять таймлапс. Отчасти именно из-за этого я не снимаю подобные видосы. Потому что, когда ты что-то создаешь, там классная может быть задумка. Классный результат, который хочется показать. Но то, как это делается, это не очень интересно. И получается, что все видео состоит из таймлапсов. Но я не знаю, может вам на самом деле интересно за этим наблюдать. И мне очень важна обратная связь под этим видео. Напишите, пожалуйста, вам все равно интересно смотреть на это? Или мне лучше снимать экспрессивные веселые видосы, как это раньше и происходило? Просто для веселого настроения. Жду вас в комментариях. Получилось, конечно, круто. Но что-то чуть-чуть кривовато. Так сложно шить мех. Это кошмар. Сейчас немножко буду перешивать. Собственно, почти закончили. Посмотрите, как элегантно сюда входит телефончик. Чувствую себя крылой дыли немножко. Осталось подождать, пока придут ремни. И уже покажу вам итоговый результат. А пока я жду ремни, подпишитесь на инстаграм, на канал и поставьте лайк. Еще я подумал, что сумка очень открытая. Поэтому заказал вот такие магнитные клепочки. Сейчас сюда их пришью. Встречают по одежке. А вам стыдно за старую сумку? Но что делать? Специально для вас сумка Харизма. Стильный аксессуар из натуральной кожи по доступной цене. Харизма притягивает больше взглядов, чем яркая внешность. Материал стойко переносит перепады температур. Сумку Харизма можно носить в любую погоду. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то скопируйте, пожалуйста, ссылочку. А я вас ненавижу и не обнимаю. Всем пока!